Всем привет, ребят! Решили снять срочные новости, вернее даже не новости, а уточнение к предыдущему блоку новостей, потому что мы не ожидали такого фидбэка. К нам сейчас обратился официальный дистрибьютор компании Кальнага в России и сказал, что с Кальнага все в порядке и мы упускаем, собственно, опровержение на наши новости. Кальнага из России никуда не уходит. Ну и давайте теперь к хорошим новостям из последнего, что произошло за эту неделю со съемок. У нас на сайте скоро появятся штучные такие велосипеды от итальянской компании Cinelli. Это не может не радовать. Еще больше и круче ассортимент будет у нас на сайте. У нас появятся классные аэродинамичные, ну прям топовые аксессуары для три атлетов от Profile Design. И у нас появятся тренажеры от Wattbike. Это такие особые тренажеры, которые снимают огромное количество параметров со спортсмена и позволяют и докторам и тренеру точнее отслеживать успехи человека, который им пользуется. Там главный упор сделан, естественно, на мощности. Там даже, по-моему, с каждой ноги снимается своя мощность на этом тренажере. Ну, чтобы как-то подытожить, наверное, стоит сказать, что дефицит в этом году будет, скорее всего, в среднем сегменте, потому что все велосипеды выросли на 30-50 процентов. Дешевые подорожают, их будет все так же много, они никуда не денутся. Дорогих станет чуть меньше, потому что их цена будет очень высокой. Но вот средний сегмент пострадает больше всего, потому что некоторые из этих фирм также считают, что теперь из-за цены они не настолько будут интересны. И, соответственно, не все они приедут в Россию. Вот. Но из хорошего, как бы, ни один бренд всерьез не нацелен уходить из России. Будут перестраиваться логистические цепочки, будут пересматриваться на образование. Но всерьез, на самом деле, такого, что прям жестко, кто-то прямо сказал, что уходит, такого нет. Логистические цепочки будут пересмотрены. Я надеюсь, мы рано или поздно вернемся к нормальной велосипедной жизни. Так что всем пока. Спасибо за просмотр. Ну и извините за внешний вид, потому что не планировалось снимать. Снимаем на телефон. Так что такие дела. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова